вот так выглядит интерфейс по отличается он от интерфейса базового интерфейса наличием кнопки по вот эти три кнопки они те же самые что базовом интерфейсе работают абсолютно идентично значит отличается наличие кнопки про если мы сюда заходим вот видим он такой интерфейс значит какая особенность версии о в отличие от базовой версии с точки зрения эксплуатации желательно каждый день делать такую профилактическую операцию я сейчас покажу как она делается значит заходите настройки вот у вас здесь указан список аккаунтов от которых вы работаете и есть кнопочки войти что это за кнопки это кнопки которые позволяют авторизоваться под данным логином паролем если я нажимаю эту кнопочку то и слушал авторизовался под этим логином паролем и я нахожусь таким образом вот в этом аккаунте вот то есть если я сейчас буду осуществлять какие-то действия вот то я буду их осуществлять от от этого аккаунта будут этого значит если я нажимаю вторую кнопочку то я авторизуюсь уже от этого аккаунта так вот нужно прокликать все вот эти кнопочки которые у вас есть и убедиться что все аккаунты работоспособны если какой-то из аккаунтов будет нерабочим то соответственно его нужно удалить нажать кнопочку удалить а потом когда его работоспособность восстановлюсь и нужно будет добавить этот аккаунт вот и такую процедуру желательно делать каждый день так дальше сейчас у нас частые обновления происходят версии по мы и дорабатываем доделаем с учетом каких-то рабочих моментов которые возникают вот поэтому я рекомендую время от времени и обновлять как это делать значит тут в браузере google chrome после установки инсошел у вас появляется вот такая кнопочка слева вверху приложение удалить приложение вот после того как вы возьмете эту кнопочку у вас появится вот такие иконочки значит приложение да вот наводите на инсошел нажимаете правой кнопочкой мыши правой и делаете удалить я сейчас этого не буду делать вот но вы можете смело это делать все настройки сохраняться потом после установки заново вот значит удаляете ставите заново как ставить ну так же как обычно заходите в сервисы нажимаете подробнее а девальцев эти высушил и устанавливаете как по обычной процедуре вот и тогда а вот версия сушил которая в данный момент является рабочая она обновится так значит и таким образом 95 процентов всех проблем с которыми обращаются пользователи час по версии по они снимаются так значит что еще на что мы еще нужно обратить внимание вот также распространенная ошибка является что когда добавляем группу для раскрутки да вот я сейчас покажу так вот идем глупы нажимаем создать сообщество и вот здесь нужно выбрать именно группа не публичная страница не мероприятие а именно глупо и нажимаем кнопочку создать сообщество вот после того как вы сообществу создали значит нужно загрузить аватарку по теме вашего сообщества определиться с названием с описанием значит выложить какие-то значит картинки фотографии выложить хотя бы 1-2 видео и какие-то посты на стенку только после того как по их будет произведено первичное заполнение группу только после этого можно значит вставлять ее сюда и запускать непосредственно в работу если группа будет пустая то люди не будут в нее добавляться не будут в нее вступать им это не нужно будет неинтересно и более того значит при приглашении в такую группу вот пустую неинтересную можно получить такой негативный эффект что кто-то из людей может пожаловаться и тогда аккаунт будет заморожен вот так еще очень важный момент после переустановки все настройки сохраняются значит логин и пароли все сохраняется отслеживаемые группы сохраняются но сбрасывается вот этот фильтр этот фильтр сбрасывается поэтому его нужно по новой настроить ну обычно вот самый важный параметр это возраст от которого мы считаем то есть есть люди кто работает от 18 лет с аудиторией кто-то значит 25 нижний порог вот конечно но зачастую вот этот нижний порог если у вас количество людей большое то есть смысл немножко поднять порог чтобы ну отсеять постарше люди немножко посерьезнее более противоспособны так ну вот с этой страничкой разобрались есть какие-то вопросы по настройкам так спрашивает в каждом аккаунте создавать группу нет вот на все эти аккаунты одна группа одна аккаунты должны быть одинаковые одинаковые не в версии про тамара спрашивает тамара вы знаете вот не в версии про мы с группой не работаем там просто идет индивидуальная работа с людьми вы добавляете с ним в друзья и после того как человек вас добавит свой список друзей после этого пишите ему в лс начинаете с ним переписываться так сергей его нас спрашивает в каком смысле одинаковые одинаковым вплоть по теме по теме то есть если вы работаете по теме допустим ну рыболовы какие-нибудь да то у вас каждый этот аккаунт он должен быть заточен по рыболовам то есть что-то типа такое консультирую как наладить поток клиентов ваш бизнес по продаже рыболовных крючков бизнес по продаже рыболовных крючков допустим вот они должны быть все таки имя и фамилия могут быть разные аватарки могут быть разные то есть внешне они могут довольно таки отличаться вот эти вот аккаунты но тематика рабочего аккаунта или другими как я словами называю брендированного аккаунта должна быть одна и та же и она должна в точности вплоть до слов которые вы употребляете должна совпадать значит с тематикой тех групп которые вы отслеживаете вот то есть для того чтобы находить клиентов среди людей которые торгуют рыболовными крючками и предлагать им свои услуги вам нужно отслеживать группы по рыбной ловле у вас аккаунты рабочие должны быть по рыбной ловле и группа которую вы продвигаете она тоже должна быть по рыбной ловле вот в котором группа добавлю список аккаунтов нет валерий мы создаем аккаунт от своего личного посмотрите вот это мой личный аккаунт вот здесь какие то мои совершенно личные фотографии здесь родственники там ну и так далее изготовление луков и стрел под заказ вот и от этого личного аккаунту допустим я создаю аккаунт который раскручивают не аккаунт а группу вот вот она создана от этого аккаунта да рабочий аккаунт он ну предназначен для работы аккаунты то есть вот этот вот личный аккаунт личный он не должен попасть в этот список вот этих аккаунтов которые вы сюда вставили не должен попасть он не должен быть никогда заморожен не должен быть никогда забанен и так далее страны вконтакте его не нужно подвергать риску он нужен для того чтобы управлять вашей группой в данном случае понимать чтобы я всегда имел к ней доступ чтобы я мог выложить какие-то новости значит видео ответить людям на какие-то вопросы мне нужно чтобы вот этот мой аккаунт всегда был в рабочем состоянии поэтому для работы для значит маркетинга вот в этот список аккаунтов он попасть не должен интерфейсом вконтакте имеете дело там да для того чтобы иметь возможность пригласить человека в группу нужно сначала в эту группу вступить инсушил позволяет приглашать человека в группу не вступая в эту группу вот в инсушил про работа происходит полностью автоматически приглашение в друзья идет последовательно от всех этих аккаунтов программа не понимает что один аккаунт по такой теме другой по другой она все подряд с ними работает поэтому внутри инсушил про вот этот набор рабочих аккаунтов может быть только по одной теме если вы предполагаете автоматическую работу если вы значит вручную собираетесь работать тогда конечно можете использовать разные аккаунты вот но в данный момент ведется работа доработка чтобы можно было отслеживать разные группы по разным темам но при этом отмечать те с которыми хотите работать автоматически тогда можно будет внутри одной и той же версии инсушил про совмещать как ручную работу так и автоматически но пока что это еще не реализовано сейчас сделано по другому вы если хотите запустить цикл добавления в друзья вы ставите вот здесь галочку если хотите запустить цикл приглашения в группу ставите здесь галочку вот если вы хотите чтобы оба эти цикла работали одновременно ну по определенному алгоритму но тем не менее чтобы работали одновременно то ставите две галочки и нажимаете запустить цикл вот это намного удобнее чем было так на какое время включать идеальный вариант вообще не выключать чтобы 24 часа в сутки работала что вот здесь вот в списке отслеживаемых групп одно количество людей вот а там другое количество людей дело в том что программа работает так вот здесь вы всегда видите людей тех которые программа следила вот в этот период который выбрали например вот здесь 24 часа если я выберу другой период то это количество этих людей которые показывают программа изменится вот в данном случае смотрите сколько у нас людей два три четыре пять шесть семь человек там там правда город Новосибирск помимо да что он может быть побольше конечно без Новосибирска вот вот здесь вот триста шестьдесят вот видите вот здесь вот возраст от 36 человек от 36 у меня установлены вот здесь меньше то есть вот важный момент для понимания вот этот фильтр вот этот фильтр вот этот это два совершенно разные фильтра и они с собой никак не связаны вот вот этот фильтр вот который здесь используется только для просмотра людей вступивших группы разбитых по группам вот они отображаются в соответствии с этими параметрами которые выбрали вот видите у меня сейчас здесь стоит возраст от 18 за последние 24 часа и так далее вот а этот фильтр он используется в автоматической работе в автоматической работе вот с этих аккаунтов вот и он влияет этот фильтр влияет на построение вот этого списка этот список формируется на удаленном сервере и далее происходит последовательная работа с каждым из этих человеком со скоростью одна заявка в друзья в 30 минут от каждого аккаунта таким образом за час отправляются две заявки друзья а за сутки за 24 часа 48 заявок значит у ВКонтакте ограничение 50 человек в сутки таким образом за сутки мы полностью ну 48 заявок друзья от одного аккаунта отрабатываем видите у меня здесь программа сформировала список триста шестьдесят новых участников вот значит мне для того чтобы их все пригласить друзья нужно чтобы у меня вот здесь в списке было семь аккаунтов раз два три четыре пять шесть у меня шесть значит соответственно вот от этих шести аккаунтов я только тридцать триста человек вот из этих человек только будут заявки друзья остальные оставшиеся шестьдесят человек им заявки друзья не будут то есть если ниша данная ниша это примерно триста пятьдесят новых участников сутки то для того чтобы вам ее целиком охватить нужно использовать семь рабочих аккаунтов а желательно немножечко даже больше потому что время от времени все таки ну к сожалению реальность такова что кто-нибудь пожалуется и аккаунт замораживает нужно его размораживать вот лучше исходить из того что один аккаунт такой как бы ну к заморозке то есть мне вот для этой ниши емкостью триста шестьдесят человек сутки желательно иметь восемь рабочих аккаунтов один на случай заморозки и семь постоянно находится в работе по пятьдесят человек на один аккаунт триста пятьдесят человек в сутки значит будут получать приглашение в друзья вот статистика такова что если у вас правильно настроена рабочие аккаунты настроены правильно в соответствии с тематикой отслеживаемых групп вот если посмотреть список расслеживаемых групп видите у меня тут все по инфобизнесу инфобизнес инфобизнес также есть заработок онлайн да вот инфобизнес вебинары значит системы тут где-то было глопар моментальное подключение платежей то есть в основном все что относится к инфобизнесу видите здесь написано клуб профессионалов инфобизнеса руководитель то есть отслеживаются группы по тематике инфобизнес видите да вот и происходит работа от аккаунтов вида ну заточенные под тематику инфобизнес вот в этом случае люди нормально относятся к добавлению в друзья положительно реагируют и очень редко бывают значит какие-то жалобы да если бы у меня бы использовались группы ну не группа тематика аккаунта была бы например консультант по ведению многоуровневого маркетинга например то скорее всего ну просто сплошь сыпались бы жалобы и постоянно аккаунт был забанивали по пути добавится в друзья вот то есть нужно чтобы было точное совпадение тематики отслеживаемых групп вот этих групп да которые отслеживаются и значит вот этих аккаунтов которые используются используются для работы вот должно быть прям точное совпадение тогда все будет нормально вот и это должно совпадать с тематикой раскучиваемых групп пригласили через программу вот не через браузер да а через программу то да совершенно верно программа это увидит и не будет дублировать значит это одно из преимуществ работы версии про по сравнению с базовой версией что даже если вы работаете вот в этом базовом интерфейсе то есть самостоятельно осуществляете приглашение друзья вот допустим зашли сюда и вручную работаете да вот Владимир Белоусов и нажимаете там например ну что тут мне сложновато человеку друзья добавляться вот допустим вот Лера да добавить друзья вверх отправлен все теперь даже если я зайду аккаунт допустим в этот аккаунт зайду допустим в этот аккаунт да то я уже ей этой же заявку не смогу отправить потому что она уже помечена как заявка все программа не даст ей второй раз отправить заявку от другого аккаунта вот в базовой версии такой возможности нет там вы можете ну как сказать очень легко запутаться и два раза одному и тому же человеку заявку друзья от разных аккаунтов а здесь вот версии про эта возможность исключена и это одно из очень серьезных преимуществ версии про вот вы знаете даже если бы не было полной автоматизации версии про то уже тот факт что не нужно вводить капчу и что нет пересечения между аккаунтами уже только вот эти два преимущества дают мне кажется за то что не надо вводить капчу заплатить дополнительные восемь долларов не проблема представляете сколько с этой капчу возник вот так вот макс вы еще не пробовали попробуйте вполне возможно что им на вашем планшетнике все будет нормально работать вот я спрашивал разработчиков насчет планшетников мне объяснили так что там зависит от каких-то ну то ли от актовой какой-то чистоты то ли от каких-то бит системы в общем я не совсем это понял в общем часть планшетников работает часть нет а если под андроидом то не работает а если под виндус то работает вот что-то типа такого так значит ну вот я так понял что по интерфейсу вопросы закончились